приветствую всех на моем канале продолжаем игру метро экзодус 4 часть весна и желаю всем приятного просмотра лучше подать что говорить так хотел вернуться к ней шрамах и орденах артём посиди со мной немного хорошо как век бы так лежала слушай а ты когда забирался на высотки в москве с радио ну ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху да у наш к примеру ну место где мы могли бы жить избушка на опушке леса там например или хижина на берегу океана хотя знаешь есть что-то и в том чтобы просто ехать вот так вместе через все эти заброшенные полустанки руины пустоши куда-то в никуда да еще и в отдельном персональном купе это же если подумать наше с тобой свадебное путешествие получается да с опозданием правда но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были лёша держится говорит всем что князь мог и в сторону от моста отскочить остальные тоже особо виду не подают а меня накрыла понятно ребята и раньше гибли он ведь не хотел умирать князь просился в самое пекло да она умирать не хотел он подвигов хотел смотрел на степу на отца на тебя на тебя особенно и он ведь не зря да он хотел чтобы мы доехали чтобы добрались до этого ямантау чтобы рассказали им про москву что мы там вроде держимся не сдаемся что столько лет от врага маскировались просто я как представлю что это тебя вот так вот и неизвестно даже и я ведь жить не смогу больше что идешь уже беги куда они без тебя с тобой было очень приятно как короче слово верстай какой шикарный а все под рукой и места свободного полно большая часть того что вы с ребятами на заданиях нашли а я у вас отобрал на оборудование мастерское пошла дальше конечно тоже надо будет всем скидываться и ехать судя по всему будем долго а патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются и чем дальше от москвы тем пожалуй будет тяжелее так что не забывай собирать все материалы какие заметишь а я тут из них буду делать всякое работа непочатый край вот еще не решил где костюмами заниматься а надо будет давно пора форму в порядок привести а то некоторые уже как оборванцы ходит честное слово у князя вон вронник спинную пластину вообще не держит а он смеялся еще о чем то ну тут теперь работать буду в общем у меня все похвастался не буду больше отвлекать тебя же полковник звал да собственно и мне тут есть чем заняться ломать снаряжение все гораздо очинить так руки не из того места дядя т.т.шник а дядя т.т.шник а дядя т.т.шник а дядя т.т.шник а машинка швейный у вас есть нету настя а как вы костюмы шить будете а как все нитку выголку и парусным шо ух ты научите научу только попозже а вы мне тогда ремень на дяди сэма в автомате разрешите починить ну раз так конечно только под наблюдением сам знаешь какой ух ура ура дядя сэм не страшный вовсе а даже добрый ха ха ладно давай смотри сюда один раз показываю видишь вот так вот вижу здесь главное не спешить а ясно и аккуратненько видишь вижу здесь главное не спешить понятно что это не вот а вот 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 Раз так, конечно Только под наблюдением Сэм знаешь какой Ура, ура Дядя Сэм не страшный вовсе А даже добрый Ладно, давай Смотри сюда Один раз показываю Видишь, вот так вот Вижу Что, тоже покурить вышел? А это дело Пробирает курева Пробирает Забирает Ну ничего, продышимся Восемь Правильные вы, Артем Люрдин Полковник, князь Ведь как на мосту-то выступил Орел Боевой пацан был Земля ему кух Ну так, я что сказать хотел Спасибо, в общем Вы меня как своего приняли Ну и я Простой я человек За мной не заржавеет Ну и как оно тебе тут После подвалов ваших, а? Ну а то, места столько Оно, конечно, бурьяное да развальное Но Глядишь, найдем И что, получше, а? Тихо Тихо Хотя Вы же, я как понял К начальству нам идете Ну вот и не серчай, братка Ну вот разъясни мне один вопрос На кой оно вам сдалось, а? Не, ну, глянуть интересно Тут не вопрос Вот только я пока мотался Начальство встречал В виде жмуров Или бугров бандитских И эти вот куда мерзей Урок обычных Вечно речи толкают Перед тем, как ублюдство Какое сотворить Я это к чему вообще? Мне-то и до войны От начальства этого Не холодно Не жарко было Но уж теперь Как все накрылось Медным тазом На кой оно вообще? Я-то человек простой Раз подписался То куда вы, туда и я Ну вообще Лучше бы место Поприличнее найти И да пожить Чуток по-людски Хотя, может У этих хрома там царские Мы пристроимся к этому Ладно, Артем Я тут продрог, небось Ну так беги А я тут подышу еще По Москве Ну или стой Места ведь полно Здесь главное не спешить Понятно А теперь Вот так Ага, ясно Заходи, Артем Присаживайся Степан тут вечер музыки устроил Как, Артем? Тряхнем стариной? Бери гитару Ну, братцы Помянем князя Артем Тебя полковник в рубке ждет Да ладно вам его хоронить Это же князь Это же князь Помните, как он из библиотеки пришел? Тоже ведь поминали уже Ну он тогда вообще выдал Мы уже разлили Сэн сказал все Хорошо, кстати, сказал Красноречиво Спасибо Правда Чего уж тут стесняться Так вот Сэн сказал А тут князь встревает А мне чего не налили? Вот я говорю Из библиотеки тогда вернулся А тут подумаешь На обратном пути подберем его Без вопросов Это если доживем Что ты в самом деле? Это ничего Опомянуть князя надо Ну а если живое То это даже примета хорошая Сэн Ты как? Я потом Доворил, вот Ладно Давайте Ну, не чокаюсь Крепкая Да Тяжело пошла Кстати, раз уж мы про приметы заговорили А Леш, может как храм еще встретим Отпевание закажем? Не верю князь Бога А тут не желать ее Не откатим Но желать его Бога Артем, иди сюда Слушай Удалось связаться с Ковчегом Спасибо, ТТшник Дешифратор подключил Ковчег Ковчег, ответьте Прием Это Ковчег Назовите себя Прием На связи полковник Святослав Мельников Командир отряда специального назначения Мы приняли ваш сигнал И направляемся к вам Как слышите? Прием Да, да Слышу вас хорошо С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи Майор Иванов Минуту Да, да Все понимаю, товарищ майор Проверка нужна Отлично, полковник Мельников Отлично И да Простите за недоверие Но ситуация, как вы сами понимаете Очень серьезная Враг не дремлет Понимаю, товарищ майор Поэтому прошу Передайте руководству Что мои бойцы верны присягей Которым встать в строй Как только мы пребудем в расположении Прием Благодарю за хорошие новости Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа Отделение? Так Ну вот, понял Ну что ж, это отлично Отлично Да, нас немного Но мы везем донесение Основной важности Мы направляемся к вам Из-за района К-6 Альфа Есть ли данные о силах противника У нас на пути? Прием А, минуточку проверю К-6 Альфа, говорите Так, товарищ полковник В этом районе противника не обнаружено К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс Мы вас очень ждем Я немедленно доложу наверх И уверен, что вас примет Сам министр обороны Это огромная честь Благодарю Если можно, пару слов Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник Это же секретная информация Но По-человечески я вас понимаю У нас все в порядке Не волнуйтесь И до встречи на копчене Конец связи Служу народу Конец связи Ну что, Фома неверующий Уберился? У меня до сих пор руки трясутся От нервов А подумать только Сам министр Артем, кстати, можешь на карту глянуть Как видишь, мы направляемся прямо в Ямандал Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону В неплохом состоянии Повезло нам Там было много приоритетных целей Так что можем надеяться на спокойное плавание До самого порта По расстоянию вроде и недалеко Но от состояния путей все зависит Так что ползти, наверное, будем там Ну, Ермак Так, о чем мы там? Про то, что все Привеши всего Ну что ж, ребят Едем, доедем Ну, я так вижу, что эта часть тоже Заканчивается здесь Потому что если я посмотрю на карту На карте мы сразу Перейдем Может быть и на Ямандал Поэтому здесь все красота Все хорошо, все красиво Хочется смотреть и досмотреть Красивый пейзаж Ну что ж, еще вернемся Посмотрим вагон И Потом на карту И завершим Эту часть тоже Я думал, здесь мы выйдем куда-то Что-то мы сделаем Но В этой части Тоже как Вторая часть, по-моему Только на поезде была Вот эта часть тоже Завершим именно здесь Давайте еще посмотрим Что там еще есть Потом Завершим на карте А, да Так вот, не надо Попривыкать Правильная цель Оправдывает средства Я их не возражаю Просто у всех цель правильная Вот именно Именно поэтому Этого же Они разговаривают Друг с другом Наши ребята Бойцы Тоже Гитарочки Не надо Здесь Ну что ж Думаю Здесь у нас Ничего не осталось Там он сигаретку Курит еще Здесь мы все взяли С нашей Женушкой Тоже поговорили Мне тоже Нет слов Что осталось Артем Посиди со мной Немного Ну, сейчас уже сидел Давайте Завершим путь Да, это уже был Этот разговор Уже был Так что, ребят Идем завершать Эту часть Мы подъезжаем к цели Нашего долгого путешествия Правительственному бункеру Ямантау Прямая связь с ним Окончательно Испарила обиду Мельника на меня За то, что я Разрушил прежнюю жизнь Он очень волнуется Перед обещанной встречей С министром обороны Наверное, для кадрового Военного Это действительно важно Ребята же Не разделяют его восторга И задают непростые вопросы Где базы оккупантов? Кто мешает правительству Поднимать страну с колен? Что тут творилось Все эти 20 лет? Мельник уверен Всему найдется объяснение Его простят Нас они простят тоже И все поедут домой В метро Ну что ж, ребята Мы здесь заканчиваем Продолжим с вами В пятой части Уже Ямантау Посмотрим, что там случится Что там нас ждет Желаю всем хорошего дня Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok